Всем привет! Меня зовут Правда Марина, с вами канал Бестиарий. Здесь я рассказываю правду о содержании странных питомцев, и питомцы у людей действительно могут быть очень странные. Люди содержат дома не только грызунов, птичек, рыбок. Есть среди нас любители странностей, те, кому очень нравятся лягушки. Монстр. И одна из самых популярных лягушек, выступающих в роли первого питомца-амфибии, это, конечно же, рогатка. И сегодня мы поговорим о 20 вещах, которые нужно знать, если вы хотите завести себе питомца-лягушку-рогатку. Вещь номер один. Питомец-лягушка, руки прочь от зверюшки. И это не потому, что они такие тропические, экзотические и ядовитые. Очень много людей почему-то считают, что если лягушка яркая, то она обязательно ядовитая. В то время, как даже настоящие яркие лягушки обладают очень уязвимой и нежной системой выработки яда, которая страдает от любых изменений в окружающей среде, от кормления. И когда их перемещают в террариумы на искусственное кормление, они становятся абсолютно безопасны. И тем более, это касается рогаток. Они даже в природе не вырабатывают никаких токсичных веществ. В природе некоторые существа яркие просто потому, что они красавицы. Но на большинстве моих видео на канале Амфибийная лаборатория, можно заметить, что я держу амфибий в перчатках. Это происходит потому, что трогать лягушек вредно для лягушек. Эти удивительные существа обладают уникальной проводимой кожей, которой нет ни у каких других позвоночных животных. Они через свою кожу могут пить и даже дышать. Поэтому для того, чтобы защититься от вредных воздействий, от различных микроорганизмов, на их коже вырабатывается слизистая пленка. Она антисептическая, очень важна для них. Своими сухими горячими руками мы, во-первых, стираем эту пленку и подвергаем здоровью лягушечке риску. А во-вторых, мы можем ей передать со своими руками частички грязи, жира, соли, которые всегда есть на наших руках. И даже остатки бытовой химии. Поэтому лягушка это питомец исключительно для наблюдения. Трогать ее можно только в исключительных случаях. Причем трогать ее можно только идеально вымытыми. Причем сначала с мылом, а потом от мыла и влажными руками. Либо в резиновых перчатках. Второе, рогатка это засадная лягушка. В природе большую часть времени она тратит на то, чтобы делать ничего. Серьезно, это ее жизненная стратегия. Она сидит под кустом и ждет, когда добыча пройдет мимо. Лягушка-рогатка изображает живой капкан. У нее есть зубы и очень сильные челюсти. Челюсти сильные, потому что ни один шанс полакомиться добычей не должен быть упущен. Кстати, из-за того, что они состоят в основном из своей большой мордочки, и голова практически составляет две трети этого странного существа, на английском языке эту лягушку зовут Пакман Фрок. Но что касается содержания лягушки-рогатки, стоит помнить, что это не самый активный зверек. Она действительно большую часть времени только и делает, что ничего не делает. Поэтому она подойдет только для самых философски настроенных и наблюдательных людей, которые не любят лишней суеты и готовы ценить питомца просто за то, что он есть. И за то, что он ест. Кстати, по поводу того, что он ест. Пункт третий. Рогатки не едят насекомых и грызунов. Очень многие люди боятся их заводить, потому что им кажется, что они не потянут кормление насекомыми или грызунами. Но небольшой сюрприз. В качестве дополнения, в качестве разнообразия рациона насекомых и грызунов давать можно. Но первые содержат слишком много хитинок, который не очень естественен для пищеварительного тракта рогатки, а грызуны для нее чрезмерно жирные и тяжелые. Эти животные могут получить многочисленные отклонения в развитии, если делать насекомых и грызунов основой их рациона. Четвертый пункт. Они батрахофаги. Это страшное слово означает, что в природе рогатки едят других лягушек. Не все рогатки так поступают, но мы сейчас говорим именно о тех, которые наиболее популярны в культуре содержания в качестве питомцев. А именно украшенные рогатки и чакски. При этом кормить рогаток именно лягушками не обязательно, просто стоит учитывать этот момент, когда мы составляем рацион, чтобы подбирать наиболее подходящие аналоги по нутриентам и микроэлементам. Рогатки достаточно пластичные, поэтому они легко могут питаться огромным количеством кормов. Как и для многих животных, правильный рацион для рогатки это очень важно, это основа ее благополучия и долголетия. Наиболее подходящими кормами будет птица и рыба, но естественно не любая птица и не любая рыба. Например, филет для рогаток строго запрещено, это приведет к рохитам, судорогам и гибели животного. Поэтому, когда я говорю птицей, я имею ввиду суточных цыплят. Такие лакомства вполне можно купить в зоомагазинах, которые специализируются на продаже товаров для рептилий и амфибий, а также на птичьих рынках. Продаются они, как и грызуны, уже в замороженном виде. Цыплята это легкая, полноценная и напоминающая по составу лягушек пища. К сожалению, владельцам придется резать их на кусочки, но кормление ими это очень хороший подходящий вариант. Также, если мы говорим о рыбе, идеально, если это будут цельные рыбки. Подойдут и живцы, и аквариумные рыбы. При этом, в отличие от филе курицы, филе рыбы кормить допустимо. Даже допустимо, если там будут мелкие кости, главное, чтобы они были гибкими. Острые кости из филе надо удалять. Также очень хорошо подходит кормление дождевыми червями. Естественно, если покупаете их в магазинах для рыболовов или выкапываете самостоятельно, нужно как минимум несколько дней продержать их во влажном хе или в воде, чтобы они полностью очистили кишечники от своего содержимого и только потом скармливать лягушкам. Но черви хорошо подходят. Это полноценная высокобелковая нежирная пища. Также неплохо подходят гусеницы бражника и в крайнем случае субпродукты. Такие как куриные сердечки, желудочки и даже бычье сердце. Но, естественно, строго с обрезанным жиром и добавлением больших количеств кальция. В общем, корма могут быть очень разнообразными. Ссылку на табличку по правильному питанию вашего питомца рогатки я прикреплю в описании ролика. Шестая вещь. Нужно быть очень осторожной с рыбой. Да, я сказала, что рыбой рогаток кормить можно. Рыба может составлять основы рациона. Это прекрасный легкий корм, отлично заменяет лягушек. Но, разумеется, у рыбы есть куча подводных камней. Потому что, во-первых, не все разбираются в свежести рыбы. И рогатки очень часто травятся магазины рыбой насмерть. Второе. Огромное количество разновидностей рыб содержит тиаминазу. А это штука, которая разрушает витамин В. И которая может привести к тяжелейшим заболеваниям у животных и у людей при постоянном употреблении. Также рыба должна быть нежирной, нежирнее 3%. Желательно пресноводной. И для того, чтобы вы получше в этом разобрались, я тоже составила специальную таблицу. И вообще для всех, кто решится завести себе такого питомца и захочет избежать ошибок в кормлении, я снимала ролик 5 ошибок в кормлении рогаток. Он будет доступен по ссылке в подсказке. Седьмая вещь. К сожалению, рогатки, как и многие триоремные животные, очень склонны к развитию рахита. Животное очень легко рахитится от недостатка макро- и микроэлементов, а также от паразитов. Поэтому им обязательно нужно добавлять в рацион добавки с кальцием и Д3. И помните, что когда вы даете вашему питомцу рогатке цельную добычу с костями, тогда добавление кальция не обязательно. Но если вы даете какие-то филе или субпродукты, насекомых или червей, то посыпка будет обязательно. В противном случае не может развиться рахит. А что это такое и как это работает и как этого избежать, я рассказывала на канале Амфибийной лаборатории. Восьмая вещь. Рогатки кусаются. Очень многих это пугает в их отношении. Но я вам скажу, что рогатки кусаются, но не кусают. На самом деле они не испытывают агрессии, они не преследуют людей, они не кусаются со зла. Животное, которое изображает капкан, не имеет вообще никаких таких намерений. К людям они могут легко привыкнуть, даже относительно приручаются. Привыкают и к присутствию, и к кормлению, и к прикосновениям. Если вам кажется, что ваша рогатка не ручная, то вы просто не видели первых диких особей, которые все страшно шипели и нервничали при виде людей. Сейчас это давно одомашненные животные. Но она изображает капкан, и поэтому она не может позволить себе пропустить никакой добычи, которая пронесется мимо ее носика. Поэтому если так получится, что перед ее носом пронесутся ваши пальцы, она может просто не разобраться с этим и вцепиться в них. Я всегда хочу сказать, простите, пожалуйста, но если рогатка вас кусает, это ваша вина, потому что это вы неосторожно ввели ее в заблуждение. Кормить рогатку стоит исключительно и строго с пинцета, если вам нужно проводить с ней манипуляции, брать ее на руки, то просто берите ее сзади, потому что задняя часть животных, как правило, не кусается. Девятая вещь, амфибиям очень важна влажность, и рогатки не исключение. Влажность в их террариуме должна составлять от 85 до 100%. Если вы пока в этом не очень разбираетесь, то для того, чтобы это как следует контролировать, нужно покупать гигрометры и термометры. Например, неплохие приборы выпускает фирма Reptizu. Поддерживается влажность с помощью правильной вентиляции, о которой мы поговорим позже в разделе про террариумы, правильным влагоудерживающим грунтом и ежедневным опрыскиванием. Ну и на случай, если животное захочет пить, или если вы накосячите немного с влажностью, и оно захочет спастись от пересыхания в террариуме, конечно же, нужна большая просторная поилка с чистой водой. Большая просторная, потому что лягушки не лакают ртом, как все остальные животные. Для того, чтобы немножко освежиться и попить, они садятся в поилку целиком и вьют через кожу питьевыми пятнами у себя на брюшке. Разумеется, жить животное должно строго в террариуме или в контейнере. В террариуме должна быть либо односторонняя вентиляция, которая удерживает влагу, либо, если вы хотите устроить двустороннюю, то она должна быть сделана сверху и сбоку, но тогда очень тоненькая. И односторонняя верхняя вентиляция должна занимать не более трети объема. Это актуально практически для всех лягушек. И при этом практически все террариумы, которые есть в продаже, предназначены для рептилий, и у них огромные сетчатые потолки. Обязательно закрывайте их кусочками стекла, пластикой или хотя бы просто полиэтиленом. Иначе объем будет пересыхать слишком быстро, и тогда, да, лягушку будет содержать сложновато. Размер террариума или контейнера подойдет 30 на 30 сантиметров. Да, не очень большой объем на такую большую амфибию, но дело в том, что она ведет досадный образ жизни, и поэтому огромные пространства, как правило, не используют. Единственный плюс в большом террариуме будет для вас. Чем больше террариум, тем проще в нем поддерживать гигиену и убираться. Кстати, одиннадцатая вещь. Из-за того, что лягушки пьют и дышат кожей, их очень легко отравить, если оставить объем грязным. Поэтому тщательно следите как за чистотой грунта, так и за чистотой воды. О помощи амфибии при отравлениях я рассказывала на канале Амфибийная лаборатория. Двенадцатая вещь. Рогатки, как и все лягушки, холоднокровные животные. Они не могут сами поддерживать температуру своего тела, поэтому их температура будет равна температуре окружающей среды. И полноценный обмен веществ у них сможет свершаться, только если эта температура им подходит. Поэтому всегда очень важно понимать, из какого региона происходит ваша амфибия, и какой образ жизни она ведет. Например, лягушки, которые обитают в наших регионах, очень холодные. Травяные лягушки, тем более тритоны, часто не выносят перегрева выше 22 градусов. И комфортные температуры для них достаточно прохладные, поэтому содержать их как питомцев очень сложно. Понадобится кондиционер, большой опыт, а зимой даже лютые зимовки. Поэтому именно тропические амфибии становятся так популярны в качестве домашних питомцев, потому что оптимальные температуры для них именно такие, как мы поддерживаем в наших домах. Травяная лягушка или водонос, укурашенная рогатка или узкоротик, древолаз или квакша, и еще море лягушек, которые мне очень нравятся. А какие лягушки нравятся вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях, и не переживайте, если не знаете точных названий. Смешные австралийские квакши, чарующие веслоноги и загадочные жабки. Видов лягушек безмерное множество. И именно для тех, кто не может разобраться во всем этом амфибийном богатстве или любит любоваться всеми лягушками сразу, у меня есть решение. Необычные обучающие амфибийные игральные карты. С их помощью, абсолютно в игровой форме, можно разобраться, какие именно амфибии лучше всего подходят в качестве первого питомца. А с обретением, каких еще стоит повременить и набраться опыта. В колоде 36 карт и 36 разных красочных видов. Самые старшие по достоинству короли в мире питомцев. А младшие, это такие видовые вершины. Для тех, кто уже до глубины души террориумиста и набрался определенного опыта. А еще они просто восхитительно красивы. Вы только посмотрите. Помимо возможности разобраться в питомцах, в карты можно играть, раскладывать пасьянс. А еще она будет великолепным подарком для ваших друзей, увлекающихся террориумным хобби. Если с выбором питомца для товарища легко прогадать, то карты будут беспроигрышным решением. Также разработана колода карт с ящерицами питомцами для всех, кто влюблен в присмыкающихся. Все карты оформлены только моими авторскими фотографиями. Тираж будет совсем небольшой. Это лимитированные издания. Заказать колоду можно на краундфаундинговой платформе Планета. Ссылка будет в описании. А еще с ними вы больше никогда не ошибетесь в названии видов. Потому что на каждой карте указано название ящерки и лягушки как на латыни, так и на русском языке. Лягушки рулят. Ящерки тоже. Для рогатки комфортная фоновая температура будет 24-28 градусов. Очень хорошо, если у нее будет точка прогрева до 32 градусов. Это можно обеспечить с помощью термоковрика. Только, пожалуйста, не кладите его под террариум. Для роющей амфибии это может быть небезопасно. Кладите его сбоку, как батарея. И снаружи террариума, а не внутри. Тринадцатая вещь. Делают лягушек очень удобными питомцами. Как и многие холоднокровные животные, едят они достаточно редко. Пока ваша лягушка маленькая, пока она растет, вы можете предлагать ей пищу через день. Но когда она достигает взрослого размера, абсолютно нормально, если она питается раз в неделю или даже реже. Самцы, как правило, достигают своего полного размера уже к 9 месяцам, а самки к 18. Да, следующая вещь. Самочки и самцы сильно отличаются. Самки очень крупные. Для чакской рогатки это порядка 300 грамм. Для украшенной побольше. Для их гибрида еще больше. Самцы же у обоих видов где-то 100-150 грамм. Также самцы кричат. Причем петь они могут в ночное время. Если лягушка не задействована в разведении, то пение это редко эпизодическое. И оно не означает, что животному очень нужна самка. У амфибий есть два типа криков. Первые очень громкие, очень интенсивные. И возникают только после ряда специальных стимуляций, которые включают зимовки, дождевания. Вторые это территориальные позывки. Лягушка просто проверяет, где находятся соседи и кто главная жаба на деревне. Самочки, соответственно, не поют. Также внешние отличия проявляются в том, что у самцов есть брачные мозоли. Но мозоли это не бугорки на пяточках, а коричневое или красное пятно ровно вот на этой части большого пальца. Вот тут, для того, чтобы схватить самочку во время амплексуса, чтобы она не выскользнула во время важного и ответственного процесса продолжения рода. Но следующий пункт это то, что у лягушек пол в детстве не определяется. Абсолютно нет никаких способов определить пол вашей рогатки, пока она не достигла хотя бы 4 месяцев. Это самый ранний срок, когда у самцов появляются мозоли. Но и то, если в 4 месяца они не появились, это не значит, что ваша животная самка. Не стоит верить утверждению о поле ваших животных до достижения ими 6-7 месяцев. До этого времени это, конечно, лотерея. 16-я вещь, это мы уже начали говорить о разведении, о территориальных криках, даже упомянули о зимовке. Сразу скажу, что для полноценной жизни и сохранения здоровья зимовать тропических амфибий не нужно. Достаточно просто стабильного нормального содержания при обычных температурах и влажности. Это никак не сокращает срок их жизни. Зимовки нужны только для того, чтобы животное размножалось. Очень веселят люди, которые хотят купить себе обязательно пару девочек и мальчика для того, чтобы, может быть, когда-нибудь их разводить. Сразу видны дилетанты, потому что, поверьте, если даже одна самка выдаст вам полноценную кладку икры, которая может быть от 1 до 4 тысяч икринок, вам хватит, вы и это не сможете вырастить. А самцы, наоборот, конкурируют друг с другом, заводят друг друга. И зачастую один самец не может полноценно участвовать в разведении. И нормальные бридинговые группы, это как раз минимум 1 самка и 2-3 самца. Но неважно, в разведении огромное количество тонкостей, а самое главное, что это очень трудоемкий процесс, требующий специальной подготовки. И если в содержании рогатка это одна из самых простых лягушек, одна из самых доступных, то разведения нет. Почему вы не разведете лягушек-рогаток, я рассказывала еще пару лет назад на канале Амфибийная лаборатория. 18 вещь это то, что, к сожалению, рогатке очень сложно устроить красивый полноценный террариум. Как правило, это лягушка роющая, поэтому живые растения она выкапывает и большинство декораций может разрушить. Если вы хотите устроить красивый террариум, то лучше делать акценты на фонах, а все декорации размещать так, чтобы Амфибия не смогла до них добраться. 19 вещь. У рогаток много видов, у каждого из них своя специфика, все интересны по-своему. Чакски очень давно содержатся в неволе, у них есть очень много морф, разнообразных окрасов. Украшенные имеют бешеный аппетит, они очень смешные, очень круглые. Также есть амазонские, они очень нежные, но зато они очень рогатые, изящные и небольшие. Бразильские рогатки обладают самыми длинными рогами и иногда достигают рекордных 800-900 грамм. Эквадорские просто крошечные по 5-8 сантиметров, как будто бы ваша рогатка осталась лягушонком навсегда. Еще есть венесуэльские и гибриды вышеозначенных видов. Информацию по содержанию каждого вида лучше узнавать отдельно, но все они очень прекрасные. Обожаю рогаток, кто-то называет их живыми камушками, но меня они безумно увлекли. Я счастлива, что когда-то столкнулась с ними и мне удавалось получать потомство даже от очень редких видов. Например, когда я развела бразильскую рогатку, до меня ее разводил только один заводчик во всем мире. Двадцатая вещь, они чудесные. Как вы уже поняли, очень сложно бывает остановиться на одной. Поэтому будьте осторожны, когда озаботите себе лягушку-рогатку, даже если все вещи, которые я рассказала выше, вас не отпугнули. Помните, что они могут легко возрасти десятикратно, потому что рогаточки действительно рулят. Если хотите узнать подробнее всю правду об их содержании, на канале Амфибийной лаборатории у меня скопился уже целый плейлист, огромный плейлист с подробной информацией по разным видам. А также год назад я выпустила подробную книгу руководства о том, как выбирать, транспортировать, кормить, растить, любить и даже разводить лягушек-рогаток. По приобретению книги можно писать мне на e-mail. С вами была Правда Марина, канал Бестиарий. Спасибо всем за ответственный подход к выбору питомцев. До новых встреч! А еще рогатки абсолютно не социальны. Более того, они бетрахофаги, то есть едят других лягушек. А значит, и друг друга они могут сожрать с большим удовольствием. Особенно самочка-самца. Она крупнее просто. Поэтому держать их надо строго поодиночке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...